приветствую вас за местор и на канале про инвестиций с вами роман и это рубрика капитал для дочки сегодня мы поговорим про наш казахстанский рынок про отдельные акции то есть затронем акции ээростаны каспий банка халык банка также поговорим немного про компанию intel ведь вчера результаты у компании были то есть торги прошли не очень удачно соответственно акция опустилась более чем на 8 процентов чем это было связано я вам чуть позже и расскажу также про инвестируем очередные 5000 в детский портфель и сделаем небольшую покупку соответственно обо всем более подробно сейчас сами будем разбирать ну и про традиции начнем на 1 нашего рынка кассе здесь сразу видим что индекс у нас принципе обновлял пике и соответственно сейчас чуть корректировался за многом это связано с тем что в индекс который ходит компании они некоторые показали небольшое снижение тем не менее стоит отметить компанию при к спе который продолжает восходящий тренд здесь разумеется если посмотреть на ее динамику то здесь рост более чем существенным во многом это связано с тем что компания все равно остается для многих перспективной тем не менее вот сейчас перед вами будет небольшой график то есть здесь видно что он чистая прибыль у банка тоже начало снижаться возможно во многом то может связано быть с тем что компания также подвержена то есть снижению ключевой ставки также возможно сейчас кредитование уже не такое эффективное то есть многие не хотят брать под больший процент и ждут снижение ставки для того чтобы более выгодно реинвестировать возможно текущие в кое свои займы также но вероятнее всего многие как бы ожидают что снижение а всего банковского сектора именно в казахстане покажет в этом году снижение будем смотреть наблюдать разумеется но тем не менее каски у нас продолжает немного подрастать из других компаний которые стоило бы отметить это то что миховых банк принципе нас сильно пока не растет ждем 25 апреля там мы сразу с вами поймем будут ли дивиденды или не будут дивиденды и от этого уже акция будет либо хорошо опять подрастать потому что дивиденды если объявят то дивиденд доходность даже при текущей цене если 25 даже тенге дадут то это будет но явно больше десяти процентов где-то около 14 процентов на уровне депозита да а те кто покупал эту акцию по 120 по 100 по 130 тенге соответственно они получат большую доходность из лидеров падения который стоит отметить это форты который продолжает снижение вчера подешевел на семь процентов что это вообще было с компанией я уже предыдущих видео говорю что скорее всего просто пампелью и все то есть кто-то в этом хорошо заработал спекулятивно как сказать и и сейчас скидывают еще отметить стоит компанию эра стана здесь вообще все не так однозначно как кажется то есть многие кто покупал ее на айпи а рассчитывали на том что это будет успешное пиво которое там покажет хороший так сказать привоз прибыли для инвесторов но многие не разобравшись в компании что это за компания что от нее можно ожидать то есть какие она будет делать выплаты и так далее просто покупали как говорится так повезет не повезет да но тем не менее мы с вами видим что снижение у нас активно продолжается то есть момент размещения акции уже снизилась более чем существенно даже моменте помню около чуть ниже 1000 тенге за одну акцию уходила возможно многие начинают просто-напросто избавляться данной бумаги так она висит балластом ожидать от него каких-то шикарных дивидендов точно не стоит потому что компаниям но не может себе позволить выплачивать большие дивиденды потому что авиаотрасль как бы то ни было очень сильно подвержена именно издержкам и поэтому как я и говорил в предыдущих своих видео то есть многие просто-напросто сейчас пытаются ее продать потому что хотя бы зафиксировать небольшой убыток пока это еще возможно возможно акция развернется и будет растущий тренд здесь угадать будет сложно тем не менее я не вижу личное мое мнение то есть перспектив в данной компании разумеется и если вы покупаете именно казахстанские компании то стоит отмечать важный факт выплачивать ли компании дивиденды в основном все казанские компании они направлены на выплату дивидендов разумеется это касается именно крупных компаний которые как называется голубые фишки до казахстана и здесь а вот поэтому и раз она она тоже кстати в индекс входит но тем не менее как мы видим ситуация в данной компании неутешительные в данный момент поэтому как бы тут решать уже разумеется вам по остальным компаниям принципе у нас здесь центр кредит немного снизился также к странцу и в принципе к странцу и у нас уже последний год пример находится в этом уровне так что особо здесь смотреть пока ничего хотя у к странцу его на удивление годовой отчет вышел довольно таки сильный и соответственно дивиденды и возможно будут только вопрос только в размере да какой будет размер дивиденда потому что все равно они же должны быть еще и погашать займы которые не брали на строительство водовода соответственно хоть там и было про финансировано частично от более низкий процент тем не менее возмещать этот убыток все равно придется а касается американского рынка то здесь snp торгуется разнонаправленно разумеется то есть многие компании как бы смешано торгуются где-то растем где-то падаем в большинстве случаев вчера на пера торговались как обычно только у нас немного технологические компании а также такие как мета орако но соответственно как бы компании которые относятся к технологическим компаниям также ford у нас кстати прибавляет почти 2 и 8 процента но здесь стоит отметить тот факт что intel у нас корректировался более чем на 8 процентов и во многом это связано с тем что компания как это они предоставили отчет но кстати отчет был неполный и так вот в этой статье здесь более подробно описано что же происходило с акциями intel до вчерашних торгах разумеется здесь intel упал после того как обнародовал то есть худшие финансовые показатели именно твоего литейного бизнеса то есть они хотят отжать долю этого рынка и они пытаются туда вкладываться разумеется и это говорит о том что компания как бы выбрала правильное направление но как это обычно бывает то есть вначале идет очень сильные убытки потому что компания вкладывается именно в развитие данного направления и это понесло с собой почти 7 миллиардов долларов убытка разумеется это тоже многое это напугало инвесторов выручка к тому же снизилась и если посмотреть то компания intel она выбрала правильное направление сократила дивиденды чтобы вкладываться в развитие своей компании настроить заводы на разумеется на как бы хочет увеличить долю того присутствия на американском рынке а также в принципе по конкурировать по производству микросхем с главной компанией это которая семи контактер монофактуре короче и 7 си компания многие знают да это компания которая производит практически половину мирового оборота всех микросхем которые используют различные компании вот они хотят с ними по соревноваться так сказать и как бы занять второе место после этой компании по производству микросхем поэтому они вкладываются сейчас свое развитие компания заявил о том что они понесли убыток соответственно это был такой некий новостной фон и многие инвесторы просто напросто начали распродавать и они кстати заявляют акции представители intel в том что они ожидают именно вот этого выхлопа от этих вложений где-то 2030 году только соответственно через пять-шесть лет только не ожидать что это будет приносить какую-то прибыль компании поэтому здесь отталкиваться от того стоит ли инвестировать в intel в эту компанию то есть компания довольно таки крупные до мт кстати помните да раньше тоже была компания убыточная то есть многие в нее там не верили и практически она вкладывала свое развитие но тем не менее добилась хороших результатов сейчас она не уступает компания интел а даже в чем-то ел обгоняет соответственно здесь стоит рассматривать более глобально то есть что будет с этой компании intel в будущем поэтому если вы хотите покупать свой портфель то здесь нужно будет вам следить именно за вот этим то есть как компания будет развивать свой бизнес ну теперь что касается детского портфеля то актуальное значение почти 295 тысяч на данный момент здесь сразу видим что в принципе портфель по данной аналитики именно freedom а показывает уже прирост от 1000 но здесь не учитывается именно приходящие дивиденды которые были также реинвестированы поэтому эта доходность не отображает полную структуру портфеля тем не менее это хорошо остаток средства кстати остались 6000 сегодня мы с вами также про инвестируем 5000 и на следующей неделе этот счет будет опять пополняться на 20000 доллар у нас кстати конвертировались которого прошли недели сами 10000 до конвертацию делали соответственно вот они пришли нам курс был 448 нам начислили получается там что 22 чем-то доллара по моему не помню точно а здесь также смотрим пришли дивиденды от банка америки 34 цента так как две акции всего было в данном портфеле и сегодня мы с вами также получается сделаем конвертацию то есть валюты потому что пока мы с вами наращиваем же именно как это валютную долю данного портфеля здесь также оставляем тенге здесь 5000 основания также у нас идет покупка акций основание есть подтвердить отправить поручение поручение было подано разумеет очередные 5000 деньги мы с вами проинвестировали в детский портфель но на этом еще не все разумеется мы с вами сейчас сделаем еще одну покупку эта компания будет ford то есть вот так выглядит тигр на нашей бирже кассе разумеется если мы не будем с вами не выставлять какую-то цену просто сделаем выставим приказ по рынку то есть продолжить все статус по рынку активен и уже был исполнен и переходим сразу профиль смотрим сейчас нам кстати компания данная акция будет начисленная портфель уже детский и соответственно у нас будет уже две компании и акции компании ford а в нашем портфеле и разумеется они будут также генерировать нам небольшую прибыль виде приходящих дивидендов что сейчас по моему у компании посмотрим даже с вами виден доходность почти пять процентов но с учетом налога это где-то чистыми приходят около 37 38 процентов долларах разумеется пока дивидендная доходность меня устраивает по данной бумаге есть конечно свои определенные риски это разумеется компания уже отказывалась от выплаты дивидендов но возможно пока условия вроде как у них позволяют выплачивать дивиденды дивиденды приходят раз квартал ну вот целом принципе это вся информация которую я хотел вам сегодня рассказать поделиться если видео было вам интересным и полезным можете поставить лайк этому видео подписаться на канал и пишите комментарии оживаю всем удачи и помните что дорогу осилит идущий